переехали мы вот наш отель добрались 23 часа как раз хорошо каталония жиральда симпатичный отель и удивительная такая штука не во многих отелях это есть вот лифт для чемоданов в основном это пандусы а тут лифт на велосипеде можно заехать в отель буквально в пяти минутах на такси от вокзала железнодорожного селили такси стоило 10 евро и вот мы сейчас будем заселяться миленький такой миленький отель написано 4 звезды приятных ой пахнет так пахнет симпатичный холл очень надеемся что комната будет тоже у нас симпатично ну сейчас принципе мы это все заснимем вот тут такой даже есть спортзал небольшой но чистый с водой полотенцами беговой дорожкой вот такой фигней велосипедом набором гантелей ну и такой микро кроссовер даже есть ну в принципе и шведская лестница кто-то обещал пойти спортзал прям по приезду до людей можно прийти поработать вот для людей можно даже распечатать ну пока все радует сейчас идем в комнату смотреть что же у нас комнате поехали итак заходим мы в наш номер 110 здесь тоже не обошлось без эксцессов в общем испанские четверки не совсем как ты ожидаешь ну в принципе мини-бар рукомойник почему-то в комнате не очень удобно но так экономия места вот такая вот кровая удобная не самая большая номер довольно таки просторный 20 квадратов комплементарная водичка приятно но про самое главное когда мы букировали отель мы хотели в ванную а здесь душ вот ну по крайней мере хорошо что туалет с душем раздельный это плюс но я спустился на ресепшен и поговорил с карлосом немножко с ним как бы так подискутировал и он расстроился что расстроился я сказал что они фули букт ну как-то не знаю не очень я в это верю хотя может быть и если они фули букт они сказали что утром они сделают все возможное чтобы нас переселить в номер с ванной и конечно я в этом сомневаюсь но по крайней мере он пообещал бесплатный завтрак потому что завтраки здесь по 16 евро а вот такой вот номер который не с ванной стоит 710 евро за три ночи то есть в принципе не самый дешевый отель и вот даже в таких не самых дешевых отелей может вас ждать легкое разочарование и она она у нас сегодня вот уже в пол двенадцатого ночи настигла ну ничего так как мы бывалые путешественники жили в более худших номерах за такие же деньги в париже будем радоваться и такому номеру мы в севилье и так ребят продолжение истории наших приключений 4 4 звездочном отеле каталония жиральда в севилье вот это наша новая комната новый номер сейчас расскажу небольшую историю как мы ее сегодня я бы так сказал выбили и это будет я думаю неплохим лайфхаком для для многих посмотрите вот разницу этот номер с ванной вот как мы хотели здесь нормальная ванная комната с умывальником вот с унитазом из биде то есть этот номер абсолютно другой и это такой номер на который мы рассчитывали по размеру он в принципе такой же ну как по мне он во первых удобнее огромный стол большая кровать хоть она и сдвоенная но она большая рядышком вешалки сейф все удобно больше полок больше места для чемоданов потому что у нас их три и рассказ как не удалось ее выбить я сейчас расскажу немножко это чуть займет времени но это будет полезно то есть вчера нас поселили я говорил в номер с душем и он очень был неудобным плане того что даже не было вешала где повесить полотенца 1 вешалка в самом душе 2 нету умывальник был в комнате это вообще неудобно поэтому я договорился с партой на рецепции что утром как бы я подойду и все как бы сделают была девушка на рецепции перед завтраком я рассказал ситуацию она сказала что да они это все услышали и все сделают но наш номер не готов и он будет готов только позже поэтому типа вы пойдите погуляйте я искал что у нас большая программа соберите вещи соберите чемоданы и ваши вещи будут перенесены работниками отеля в новый номер когда вы вернетесь я с ней поговорил как бы согласился но во время разговора я опять же сказал что это не та ситуация которую я ожидал от четырехзвездочного отеля поверьте я повидал очень много отелей во время путешествий и конечно же четверка зачастую четверки рознь я имею 4 звезды но такое вот отношение когда они сказали что они нам пойдут на встречу я выразил свое несогласие что это говорю не поход на встречу а это просто не выполнение своих обязательств потому что мы заказывали такой номер с ванной она же нам сказала что это был заапгрейденный номер который нам предоставили ну я выразил свое сомнение что нет номер не может быть заапгрейденным когда он не соответствует твоим ожиданиям плюс он очень неудобный вот и я и так же сказал что карлос это был парень ночной партия ночной парень на ресепшене нам пообещал хотя бы один бесплатный завтрак как компенсация с ним я тоже говорил что это не та компенсация которую ожидаешь от четырехзвездочного отеля я настоял на том чтобы он поговорил с менеджментом и как бы решил вопрос с комнатой и то же самое я сказал этой девушке что карлос нам пообещал бесплатные завтраки на что она мне сказала что он не имеет права вообще такое говорить он не уполномочен давать такие обещания и опять же она попалась в ловушку своих слов что я сказал что вы понимаете что работники четырехзвездочного отеля не имеют право такое вообще говорите если они не отвечают за свои слова и тут же я сказал что я надеюсь что вы несете ответственность за свои слова и пожалуйста пообещайте что вы все-таки с менеджментом поговорите на что она мне сказала дайте мне пять минут я сейчас все порешаю я и говорю конечно же у вас есть время мы пойдем позавтракаем и когда я вернулся внимание сейчас она говорит вы знаете ваш номер уже готов вы можете переезжать прямо вот сейчас и кстати ваш номер будет не с двумя абсолютно отдельно стоящими кроватями а как бы с одной большой кроватью с ванной и мы два завтрака вам включим бесплатно то есть к чему эта вся история просто на опыте повидав очень много отелей я считаю что люди которые платят по 200 евро за отель имеют право на на то что они хотят и я-то тоже выразил этой девушке сказал это жених остел и говорю из всех из всего многообразия отелей в севилье я выбрал именно ваш из-за этой ванны и когда несколько раз я повторил что это не то что ты ожидаешь от 4 звездочного отеля естественно это повлияло на ход событий я не знаю говорила она с менеджментом не говорила приняла ли это на решение сама но сам факт что вопрос разрешился и к чему я это все веду вы заселяясь в такие отели не не самые дешевые старайтесь отстаивать свои права если у вас что-то не соответствует вашим ожиданиям этого можно добиться вот и как бы в конечном итоге в нашем случае все получилось очень здорово то есть общайтесь с улыбкой на лице я считаю что улыбка и немножко знания английского открывают двери и меняют комнаты все начинаем переселяться в новую комнату вот и идем смотреть достопримечательности повторюсь у нас огромная программа в севиль и поэтому хочется все успеть мы с остаемся в этом номере еще на две ночи поэтому у нас три дня и будем делиться впечатлениями и лайфхаками по мере продвижения скажем так по европе программа у нас еще очень большая много городов много стран оставайтесь с нами смотрите видео ставьте лайк нам приятно а вам я думаю это не сложно и мы будем вас радовать новыми новостями новыми красотами которыми богата не только испания но и другие страны а впереди у нас северная европа всем пока итак мы в нашем 4 звездочном отеле с вот таким завтраком который стоит 16 евро ну очень достойный конечно же завтра много всего хороший горячий стол яйца сосиски яичницы различные сладкий стол тоже кофе машины вкусные здоровски здесь есть сок с такой машины это очень радует не во многих мохотелях есть машина со свежим соком довольно таки уютная кафешка я поговорил с девушкой на ресепшене она сказала что нам поменяют комнату на комнату с ванной но она говорит что комната в которой мы живем это как бы вариант апгрейд что она лучше чем то но комната очень неудобно и в плане того что даже нет вешалок для полотенцев то что рукомойник находится находится в самой комнате тоже не очень удобно вот поэтому будем надеяться что нам сегодня все поменяют ну и мы будем сейчас начинать завтракать очень все выглядит аппетитно это райское место для любителей нутеллы такого устройства для добавления нутеллы и еще не видел это первый раз очень здорово мне понравилось эта банка сделала мой день после завтрака мы решили посмотреть на внутренний бассейн может быть мы сюда и заскочим но у нас настолько насыщенная программа на севилью что не знаю хватит ли нам времени на завтраки на спортзал сейчас идем собираться надеюсь нам поменяют комнату и мы будем и мы будем в общем-то переезжать уже после прихода с экскурсии вид из коридоре от из коридора отеля вверху он видны башни соборов колокольный бой сегодня погода обещает быть 37 градусов в севилье в мадриде очень жарко действительно очень жарко жарче чем на юге где мы были фигерасе и барселоне и конечно же нужно быть готовыми к такой жаре и правильно выбирать места течение времени суток чтобы не получить тепловой удар